Решим очередной пример на степень с рациональным показателем. Вычислить. 5 умножить на 25 в степени 1 вторая, минус 1 восемьдесят первая в степени минус 1 четвертая. Давайте перепишем данное выражение следующим образом. 5 умножить. Теперь смотрите. 25 можно представить как 5 в квадрате. И все это в степени 1 вторая. Минус. Что делать с этим числом? 81. 81 это 9 умножить на 9. Причем каждая из девяток это 3 в квадрате. И вторая девятка 3 в квадрате. То есть получается 3 и степени складываем при перемножении. Получается 3 в четвертой степени. Таким образом 81 это 3 в четвертой степени. А это значит данную дробь можно представить в следующем виде. То есть это будет единица разделить на 3 в четвертой степени. И все это в степени минус 1 четвертая. Далее. Вот теперь при возведении степени в степени показатели степени можно перемножить. И мы можем записать пятерку в степени 2 умножить на 1 вторую. Давайте двойку представим в виде две первых. Запишем в виде дроби как две первых. И умножим на 1 вторую. Минус. Теперь вот смотрите. Вот эту троечку можно в четвертой степени. Можно поднять вверх в числитель. Тогда степень изменит свой знак на противоположный. И в этом случае мы получим 3 в минус четвертой степени. И все это в степени минус 1 четвертая. Далее. Давайте сократим на 2 данные дроби. И тогда мы с вами получим 5 умножить на 5 в первой степени. То есть пятерка минус. Теперь перемножаем минус 4 на минус 1 четвертую. Это все равно что... Ну во-первых минус на минус даст нам плюс. И здесь у нас получается 4 первых умножить на 1 четвертую. Тоже можно сократить на 4. У нас тогда получается единичка. Единичка и получается 3. То есть получается 5 в 5. 25. Минус 3. 22. То есть ответ 22. Решим следующую задачу. Найти значение выражения. 4 умножить на сумму 80 плюс 7 в нулевой степени. И все это в степени 3 четвертых. Минус 32 в степени 3 пятых. Давайте для начала выполним действия в скобках. То есть вычислим вот эту сумму. Найдем эту сумму. 7 в нулевой степени. Это единица. Значит получается 80 плюс 1 будет 81. Таким образом это будет у нас 4 умножить на 81 в степени 3 четверти. Минус 32 в степени 3 пятых. Пока перепишем. Далее. Теперь можно представить число 81. Мы уже с вами это делали как 3 в четвертой степени. Вот в предыдущем примере мы с вами это уже делали. То есть это 3 в четвертой степени. То есть получается 81 это 3 в четвертой. И все это в степени 3 четверти. Минус 32 это 2 в пятой. То есть 2 в пятой степени это 32. Можно проверить, кто не помнит. Возвести двойку в пятую степень. И все это в степени 3 пятых. В итоге у нас получается 4 умножить. При возведении степени в степени показатели степени перемножаются. Мы четверку как 4 первых запишем. Умножим на 3 четверти. И минус 2 в степени 5 первых умножить на 3 пятых. Теперь можно на 4 сократить. Тогда у нас остается тройка. То есть получается тогда у нас 4. Давайте отдельно это запишем. То есть получается 4 умножить на 3 в кубе минус 2. Здесь мы можем на 5 сократить. Получается 2 в кубе. 2 в кубе. Ну теперь просто осталось вычислить. То есть 4 умножить 3 в кубе. Трижды 3 9. И еще раз на 3. 9 у 3 27. То есть получается 4 умножить на 27. 4 умножить на 27. И минус 2 в кубе это 8. Вот смотрите. Чтобы не умножать на 27. 4 на 27. Можно немного упростить. То есть можно четверку вынести за скобки. Тогда у нас получится 27 минус 2. В итоге мы с вами получаем 4 умножить. 27 минус 2 будет 25. 4 умножить на 25. Это 100. Задача решена.